Здравствуйте, друзья! В эфире программа IT-трансформация. Сегодня ее ведут Василий Богданов, это я, и Максим Зубарев. Здравствуйте! И у нас в гостях Евгений Бахин, директор по IT Inventive Retail Group. Привет, Евгений! Сегодня поговорим о том, как информационные технологии помогают трансформировать розничную торговлю. Но для начала, чтобы было понятно и нам, и нашим телезрителям, в двух словах Inventive Retail Group. Это что? Это сеть монобрендовых магазинов, порядка 200 штук. Всего? Всего, конечно. Но это несколько брендов. Несколько брендов. Рестор, Лего, Сони, Самсунг и Найки. Рестор – это Apple, который продают? Рестор – это Apple, да. Совершенно верно. Электроника. Ага. Ну, так, подождите. Три у Вас – это техника, один – это спорт и один – детские игрушки. Да. И все – монобренд. Совершенно верно. И всего около 200 магазинов. Да, всего около 200 магазинов. Это магазины, расположенные в Москве, Московской области и других городах России. Суть. Немножко просто расскажу о монобренде, в чем специфика этого бизнеса. Потому что, казалось бы, при таком наличии конкуренции, да, таких разнообразных… Ну, много магазинов мультибрендовых, куда ты заходишь, и выбор огромен. Да. Но монобренд, в свою очередь, он создает атмосферу для… Ну, да. Да, безусловно. Удобную атмосферу для покупки клиентам, покупателей. Ну, в любом случае, так или иначе, это все рочная торговля. Совершенно верно. Поэтому давайте тогда сейчас, собственно, перейдем к тому, а в чем роль информационных технологий в рочной торговле вообще, вот в целом. Это поддерживающая функция, это функция, развивающая бизнес. Она, как вот ее, так сказать… А вы знаете, вот можно рассмотреть в случае ритейла эту функцию, как и поддерживающую, как и развивающую бизнес, и как дающую возможность бизнесу больше зарабатывать, то есть, ну, являться, знаете, как преимуществом бизнеса по сравнению с другими там участниками. А давайте поговорим. Давайте поговорим. Вот давайте, может быть, начнем с конца. Больше зарабатывать. Больше зарабатывать можно двумя путями. Увеличивать продажи, уменьшать издержки, либо и то, и другое одновременно. Вы знаете, и то, и другое. Потому что, вот казалось бы, да, ритейл, ну, а что там, да, купил дешевле, развез по магазинам, продал подороже, денег заработал. Но на текущий момент, да, с учетом жесткой конкуренции так не получается, да. То есть, нужны инструменты, которые позволят, значит... Например, минимизировать склад. Минимизировать склад, в том числе. И иметь, скажем так, правильный продукт, да, в правильном месте, в правильное время. Да, это первый, скажем так, успех. А значит, нужны информационные технологии по управлению логистикой, складами. Верно, верно. Инструменты по распределению товаров по магазинам. Сколько товара отвезти, в какой магазин, в каком количестве. И все это, ну, заложено, конечно же, через информационную систему. То есть, информационная система... Вообще, ты понимаешь, о чем речь? Ну, конечно, да. Поэтому, на самом деле, очень интересно именно, ну, вот, мне понравился пассаж, именно то, что разные... И IT у вас в разных апостасях. И поддерживающая, и основная функция. Да, но, вот, интересно именно, вот, посмотреть, в чем именно проявляется возможность для зарабатывания денег, да. То есть, как IT может драйвить бизнес. То есть, и... Вы знаете, отвечу. Ситуация следующая. Что, конечно же, драйвить бизнес IT не может. То есть, ну, продавая, 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 больше, больше. IT может лишь только дать инструмент для зарабатывания больше. Например, управление ассортиментом. Как предложить товар. В каком формате. Понимаете, вот... Нет, не очень. Смотрите, по классике управление ассортиментом относится к области, так называемого, там, мерчендайзинга, допустим. То есть, это, там, как его разложить, как его выставить, там, да. В каком месте, да. Ассортимент есть специальные люди, которые, ну, вот, у вас же монобрендовые магазины. Там бренд присылает вам, ну, там, товары, которые они выпускают. И специальные люди, видимо, отбирают, что поставить. А вот IT подключается, наверное, в тот момент, когда нужно понять, сколько завести таких товаров, сколько таких, сколько таких. И как организовать так, чтобы на складе всегда был ровно, там, дневной или, там, двух-трехдневный запас. Тогда склад будет маленький, да. Как это все, чтобы машина везла сразу, ну, там, не знаю, пять тысяч наименований, так сказать, за одну ходку. Причем одного наименования одну штуку, а другого наименования сто штук, да. Вы правы. Но ведь, к тому же, для того, чтобы сделать правильную выкладку товара, то, ну, нужен инструмент, да. И IT в этом случае является, IT-система является инструментом для того, чтобы... Анализа. Анализа, хранение информации, да, потому, где какой товар, в каком количестве товар должен быть выложен на витрине в магазине. И, ну, применение вот этих всех инструментов, оно, скажем так, двигает бизнес к тому, чтобы предложить правильный товар. То есть, правильно я понимаю, что с помощью, там, IT-инструментария вы можете анализировать... Остатки. Ну, не остатки, а даже, что именно раскладывать по полкам. То есть, что именно привлекательно для покупателей. В том числе, да. Но это банальные инструменты BI, но... BI – это поведение? BI – это система, аналитическая система, которая позволит, там, скажем, бизнесу во всех нужных измерениях, ну, скажем так, разложить данные, да, то есть в презентабельном виде для том, которым нужно. Но ведь в информационной системе, да, мы должны иметь, прежде всего, инструмент, который позволяет управлять категориями товаров, да, то есть в каком количестве товар должен быть, там, на полке, да, в магазине, какой должен быть минимальный запас этого товара. Конечно же, система не скажет, чем торговать, молоком или, там, помидорами, да. BI – ну, это решает управление, да. BI – это очевидно, то есть, ну, человеческое участие здесь, конечно же, нужно, но, понимаете, при таком многообразии, там, артикулов, скажем, 20 тысяч, то есть... BI – 20 тысяч? BI – ну, скажем, ассортимент, взять... BI – приручное. BI – вы знаете, вот взять ассортимент Nike, да, то есть, ну, и вообще Fashion, это, ну, каждый ассортимент каждого сезона, он уникален, да, то есть... BI – а я, кстати, вот никогда не задумывался об этом, но я привык, что, например, в супермаркете, да, там, BI – может быть, 10 тысяч, 20 тысяч наименований, это, в общем, понятно, ты заходишь, огромные ряды, и, в общем, ты понимаешь, что это много. BI – а то, что, например, в одежном магазине, может быть, тысячи наименований, ну, да. BI – ну, тысячи наименований, потому что из сезона сезона переходящие товары, они, ну, могут быть, это раз, и второй момент, то есть, если, ну, я говорю о нескольких сезонах, да, BI – да, но для того, чтобы поднять историческую информацию о том, что, а как же у нас продаются рубашки, да, то мне надо заглянуть в предыдущие периоды. BI – ну, кстати, да, эту же информацию невозможно помнить. BI – анализ истории, да. BI – да, анализ истории. BI – ну, вот основная функция, если в сухом остатке, да, подвести, вот о том, что я говорил, то есть, основная функция IT, где, то место, где IT может дать наибольший эффект, да, в ритейле, это распределение товаров и управление ассортиментом с точки зрения, какой товар, в каком количестве должен находиться в магазинах и… BI – ну, я, да, да, значит, смотрите, Евгений, я абсолютно с этим согласен, потому что эта вещь не такая банальная, как кажется на первый взгляд. BI – верно. BI – потому что, ну, если, например, я привез, там, 10 рубашек, они у меня через 2 часа были проданы, и я об этом не узнаю, а продавец об этом не узнает, у него куча ассортиментов, у него он бегает, как этот, как лось, там, из подсобки в примерочную, с примерочной клиентом, да, это значит, что они 10 часов не продаются и не приносят свой доход, да, и покупатель пришел, и он потом смотрит, нет рубашки, купил в другом месте, все, не вернулся. BI – ну, да. BI – да. BI – молодцы. BI – так, а как вы это делаете? BI – а вот здесь уже, то есть, вы, речь идет сейчас об инструментах, да? BI – а что стоит, да, за этим анализом, то есть, как это происходит, то есть, где вот здесь… BI – вот один раз кто-то принял решение, да, один раз какой-то управляющий принял решение, значит, мы берем 20, ну, там, допустим, ему бренд дал рекомендацию, он с точки зрения, ну, там, здравого смысла, BI – берем, там, 20 толстовок, 50, там, ботинок, там, не знаю, три, там, пары таких-то кроссовок, четыре таких-то, сделали матрицу, выложили товар, на складе лежат запасики. BI – дальше что начинается? Они у вас как, промаркированы, эрфидами, там, или что, просканированы? BI – ну, во-первых, товар уже приходит от вендора, каждый товар приходит от вендора со своими штрих-кодами, то есть, здесь какие-то дополнительные инструменты идентификации… BI – вы не добавляете? BI – мы не добавляем, конечно, зачем накладывать дополнительные документы? BI – то есть, вы его вводите на складе, его вводят в систему? BI – да, товар поступает, наверное, на распределительные центры, из которого уже поступает в магазины. Есть, конечно, приемы кроссдокинга, но… BI – ведь заказ товара, да, который… то есть, само количество товара, которое должно быть заказано, да, и поставлено поставщиком на распределительный центр, оно тоже вычисляется системой. BI – ну, да. То есть, на основе анализа, там, других продаж… BI – да, скорости продаж товара, который… ну, уже история которого есть уже в системе. BI – а вот, смотрите, допустим, какая-то рубашка оказалась модной. Ну, вы-то об этом не знаете, потому что вы айтишники, ну, вам и зачем это знать? BI – она оказалась модной, вы, ну, в соответствии с анализом предыдущих периодов заказали ее, там, 50 единиц, и вдруг она начинает… ну, вы видите, штрих-коды же сканируют, и вдруг она начинает улетать. BI – система что? Она трезвонит красным звонком, бьет по голове кладовщика – немедленно сделай внезапную срочную отправку, там, или что? BI – не, ну, смотрите, если мы говорим о фэшене, то… BI – ну, раз уж мы с него начали, так и на него зацепились. BI – давайте, да, и продолжим. Но, смотрите, ведь, как бы это, может быть, там, удивительно не казалось, но бестселлеры, они уже известны до выхода… BI – да, да. BI – да. BI – да. BI – да. BI – ну, это специфика, специфика бизнеса. Просто мы сейчас немножко так уже в бизнес ушли, да? BI – ну, ладно, да, да, да. BI – постепенно от IT-инструментов мы немного отстранились. Так, здесь, конечно же, ну, матрица, да, ассортиментная, BI – которая появляется перед выходом, там, нового сезона, да, если мы говорим о фэшене, то, конечно же, уже известно заранее, что будет продаваться лучше. То есть бестселлеры, да, потенциальные, конечно же, они могут корректироваться. Но вот эти все корректировки, они отражаются в информационной системе. BI – и количество, которое, если товар, ну, мы знаем, он бестселлер, ну, мы же закажем его больше. BI – вот. BI – хорошо, то есть… BI – еще также понятно, что розничный рынок достаточно конкурентно емкий, да, то есть конкуренция очень высокая, да. BI – да. BI – да. BI – вот здесь тоже интересно понять, какова роль IT, чтобы усилить уникальность вашей, так сказать, вашего сервиса, вашей структуры, да, вашей организации, то есть выделить вас на фоне остальных, то есть может ли как-то IT помочь бизнесу здесь вот… BI – на ассортимент вы не влияете, это не функция IT, да. BI – конечно. BI – да. BI – вы влияете только на то, чтобы он был бесперебойно в наличии, там, да. BI – ну, скажем так, смотрите, даже, может быть, я неправильно пояснил, да, то, что тут IT влияет на ассортимент, так и так далее. BI – но ведь, конечно же, IT ассортиментом не управляет. BI – IT лишь только создает инструмент для управления и поддерживает этот инструмент, который обслуживает распределение, там, и так далее. BI – чем может IT, отвечая на ваш вопрос, чем может IT, скажем так… BI – выделить компанию. BI – выделить компанию, быть конкурентным преимуществом, но, вы знаете, только доп-сервисы. BI – вот неплохой пример с iTunes. BI – например, да. BI – iTunes карты, да, вы же наверняка знаете, что сервис iTunes появился в России, да, и как один из сервисов дополнительных бизнесу, бизнесу, который может предложить IT, это инструмент для продажи этих карт, активации в онлайн, там. BI – угу. BI – ну, и у всех, вы знаете, вот у всех подобного рода компаний, то есть те, кто занимаются так или иначе электрониками, мобильными телефонами, то есть это пополнение балансов, да, мобильного телефона, то есть это какие-то деньги приносят как дополнительные, сопутствующие, сопутствующие услуги. BI – ну вот, смотрите, я согласен здесь с таким посылом, что, наверное, конкурентное преимущество, оно, вот если IT может его привнести, то, наверное, в области отношений с потребителем, потому что место вы не выбираете, ассортимент вы не выбираете, дизайн магазина вы не выбираете, но вот при взаимодействии с потребителем много, правда, там возможности и лояльности, какое-то там специальное предложение и что-то еще, но давайте тогда мы поговорим об этом более подробно во второй части нашей программы, а сейчас, дорогие друзья, рекламная пауза. Маркетинг Менеджмент Проблемы с бухгалтерией? МБК. Мир бухгалтерских консультаций. Ведем учет. Сдаем отчет. Телефон 495-646-87-65. Мир-бк.ру Дорогие друзья, снова здравствуйте. Продолжаем программу IT-трансформация. Сегодня ее ведут Василий Богданов и Максим Зубарев. Здравствуйте. Напоминаю, что у нас в студии Евгений Бахин, директор по IT Inventive Retail Group. Еще раз привет. Я тоже напомню, что Inventive Retail Group объединяет несколько монобрендовых сетей магазинов, в том числе Restore, Nike, Samsung, Sony и Lego. Верно. Да. Ну, мы взяли в качестве примера торговлю одеждой. Ну, видимо, типа Nike, да? Значит, ты вот ее полностью… Сейчас вот выкручиваем, какова там роль IT. Перешли к вопросу управления отношениями с потребителями, программы лояльности, ценность для покупателей. Вот что здесь? Что здесь привносит информационные технологии? Ну, вы знаете, прежде всего, как и в других направлениях, то есть приносит инструменты. Да, инструменты, при помощи которых можно, скажем так, привлекать, заманивать клиентов в нашу сеть. Накопительные программы, уникальные предложения. Но, наверное, правильнее сказать, что с точки зрения и систем лояльности, да, ну, прежде всего, это информационная система, инструмент, да, которым можно так или иначе, значит, работать для того, чтобы там уникальные предложения разрабатывать, получать эффективность, да, этих предложений, ну, то есть анализ, инструменты анализа. Вот. И здесь, ну, на мой взгляд, да, прежде всего, вот, как бы в этой точке, да, соприкосновения IT является прежде всего инструментом. Угу. Ну, вот, кстати, с точки зрения там последних трендов, развития вообще цифрового общества нашего, да, оно стало цифровым, мы это не можем не признать. Две таких темы, да, возникают. Это мобильная тема, да, то есть мир становится более мобильным, и потребитель становится очень, ну, использует мобильные устройства. И вторая тема – это социальные сети. Вот, с точки зрения, ну, я имею в виду Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, вот, как-то вы используете эти два тренда, и как вы в тренде, да, потому что понятно, что если не ловить этот тренд, то можно просто остаться аутсайдером. Вы знаете, да, мы в тренде, но, как вы знаете, тут сказать, что можно, да, хотелось бы, хочется же всегда больше, да, то есть от текущего состояния, но с точки зрения покупок через интернет и мобильных приложений, и использования мобильных приложений для покупок, все-таки те товары, которые предлагает наша компания, да, они дорогостоящие, и на текущий момент общество наше, оно не готово такими суммами оперировать через интернет, потому что, ну, есть все-таки, там, недоверие, там, опаска, там, и так далее. И, может быть, с приходом более надежных инструментов, платежных систем, да, которые будут более безопасны с точки зрения, там, краш и так далее, в сфере онлайн, в направлении онлайн, то покупок таких будет больше гораздо. Я думаю, что это, вы знаете, это применительно, наверное, ко всем направлениям, где товары, где-то в районе тысячи долларов. Ну, может быть, просто это вопрос времени, причем небольшого, потому что мир меняется быстро. А вот скажите, Евгений, вот вы упомянули, что вы предоставляете инструменты. Вот, ну, я неоднократно слышал такую историю, когда, особенно вот в ритейле, когда айтишники говорят, слушайте, у нас такие инструменты, только никто ж не пользуется нифига, ну, имея в виду своих управляющих. Вот. Потому что мы, говорит, можем поведение потребителя там анализировать, знать, кто, поименно, кто что покупает, с какой периодичностью. Он купил, например, ну, не знаю, там, принтер, мы знаем, что у него через два месяца закончится картридж, и ему можно об этом напомнить. Только же никому же не нужно, блин. Вот у вас как. Вот. А вы знаете, здесь ценность айти не заключается не только в инструментах, а люди, которые выполняют связку между бизнесом и айти. Ну, и условно назовем их консультанты. Которые погружены в сферу информационных технологий и в бизнес. Хорошо понимают и то, и другое. Вот чем люди, вот эти сотрудники, они проникнуты и в ту, и в другую сторону, тем успешнее те инструменты, более эффективно используются. Ну, конечно же, таких, ну, такие люди у нас есть, и они как раз и помогают бизнесу этими инструментами правильно пользоваться. Потому что если инструментом никто не пользуется, он стоит ничего, то есть он бесполезен. А есть какие-то вот примеры, что вам удалось в последнее время интересного такого внедрить на базе информационных технологий, чтобы вот, ну, правда, дало какой-то ощутимый отклик, результат? Да, система распределения товаров. Ну, все-таки это главное на сегодняшний день, да? Да. То есть, это позволило сэкономить, то есть, или что, какой результат, бизнес-результат? Вы знаете, я, конечно же, вот любой проект, который мы начинаем, ну, никто же не хочет тратить деньги, ну, просто так, любые трудозатраты, конечно же, мы считаем окупаемость. Сокращение, значит, что мы получили на выходе, да, то есть сокращение стока, да, неликвидного, там, менее ликвидного, скажем так, товара, да, и повышение оборачиваемости, ну, рост там продаж, снижение упущенных продаж за счет того, что нужный товар в нужном месте находится. Как вы оцениваете этот эффект? Количественные оценки. Количественные оценки, да. То есть, что было, что стало. Там на 30% уменьшились стоки, там на… Ну, смотрите, я, к сожалению, не вооружен цифрами, да, конкретными, да, но, в общем, в случае, как оцениваются те или иные результаты проекта, да, то есть, ну, я привел, вот, что это сокращение, прежде всего, неликвидного товара, на чем, ну, целевая цель проекта, которая была, да, и повышение оборачиваемости товара. Хорошо, тогда вернемся. Да, что-то еще хотели досказать. Еще я хотел сказать такой момент, что, ну, как, наверное, и в любом направлении, да, в любом бизнесе, то есть, мы имеем с точки зрения IT краткосрочные планы, да, и долгосрочные. И, на мой взгляд, вот для того, чтобы получить эффект уже прямо сейчас, здесь и сейчас, не нужно ждать там много-много лет, да, можно воспользоваться тем, что есть уже, ну, есть уже эти инструменты, которые есть. Возвращаясь к управлению отношениями с потребителем, вот, с вашей точки зрения, ближайшее будущее, оно вот, что вы собираетесь сюда внести? Вот все-таки, ну, там, не знаю, стоят какие-то камеры там, да, они анализируют, что люди ходят вот так-то и вот так-то, здесь надо поставить то, здесь все. Вот будет ли ближе смычка вашей аналитической системы с бизнесом там, да? Да, вы знаете, наверное, я бы сказал, что курс сейчас на мультиканальность, то есть, купил в интернете, забрал там в офлайне, да, купил, там, оплатил через офлайн, привезли домой омниченел, мультиканальность, как это, наверное, это тренд такой один из очень востребованных, ну, актуальных сейчас в ритейле. Ну, смотрите, вот, я покупаю тоже технику в интернете, там, довольно часто, ну, относительно часто, да, сколько вот нужно, там, время, срок замены, там, не знаю, телевизора, холодильника, там, стиральной машины, ну, вот, в общем, да. Но, к моему глубокому сожалению, ну, а может, не к сожалению, не знаю, ко мне из этого интернет-магазина потом никаких необращений, так сказать, ничего там, да, вот, проходит срок службы, они мне не предлагают новую модель холодильника, там, какую-то новую фишку, так сказать, да, что-то еще. Ну, как-то вот, а у них же даже адрес мой есть. То есть, Василия, магазины не знают, то есть, они смотрят на клиента, как на серую массу, которая прошла, пробежалась, как... Хотя же я полностью индивидуализировался, и у них даже есть мой домашний адрес, так сказать, телефон, все есть, так сказать, да, карточка, все есть. Почему же они не пользуются? Может быть, да, и один мне ритейлер сказал, ну, ты говоришь, знаешь, ну, сейчас еще пока время экстенсивного развития, то есть, мы только магазин открываем, сейчас это пока, говорит, нам не надо. Вот вы согласны с этим? На самом деле, не совсем, потому что вот наличие такой ценной информации о том, что вы там купили холодильник, он отработал, и пора бы вам бы предложить уже сделать уникальное предложение, индиперсональное, но, конечно же, грех не воспользоваться этой информацией. Но ведь это же с точки зрения IT ничего не стоит, анализ уже есть, это уже в базу данных введено. То есть, это всего лишь навсего алгоритм, ну, вот там, написать несколько как-то строчек? Ну, это работа бизнеса уже, то есть, подготовка там уникальных предложений, да, персональных, скажем так, ну, был iPhone 3, да, или там, те, кто купил у нас iPhone 4, да, предложить там iPhone 5. Ну, вот вы можете это делать, вы делаете это? Конечно, конечно. То есть, ну, а для этого, открою вам секрет, никаких мегамощных там… Так в том-то все и дело, поэтому меня не удивляет, да. Нет, инструментов не нужно. То есть, все как бы… Это примитивная вещь. Ну да. Это примитивная вещь. И вот часто бывает, что то, что на поверхности, то, что примитивное, оказывается за бортом, то есть, этим и не пользуются. Согласен. Но это вопрос, да. Уже больше бизнеса. То есть, получается, что есть определенные проблемы взаимодействия между… или взаимопонимания, я бы даже сказал, между IT и бизнесом. То есть, IT порой может располагать определенными технологическими знаниями, но бизнес не слушает. Вот в общем случае это может быть, но я бы не сказал, что там применительно к нашей компании у нас есть взаимопонимание, там, диссонанс с бизнесом и IT, потому что наши функциональные директора, да, кто отвечает за каждое направление, они очень хорошо ориентируются в IT-инструментах и еще фору там любому IT-шнику дадут. Тогда, смотрите, уже не очень много времени остается. Вот как устроено ваше IT-департамент? Вот вы директор по IT, да? У вас там сколько подчиненных, там, вы все это делаете внутри или что-то аурсорсите? Вот как вы работаете? Значит, количество сотрудников 15, да. Ну, это не очень много, да? На текущий момент. В краткосрочной, в краткосрочной, те задачи, которые нацелены на краткосрочную, ну, которые должны быть сделаны в краткосрочной перспективе, мы делаем сами. Стратегические задачи, долгосрочные проекты мы привлекаем, конечно же, профессионалов. А вот это что такое, стратегические задачи? Ну, вы знаете, например, да, один, чтобы было понятно, приведу просто пример. Есть разнородные, масса разнородных в IT-ландшафте разнородных приложений, да, которые, ну, в долгосрочной перспективе все-таки должны быть слиты во что-то одно для, ну, если с технической точки зрения посмотреть. Чтобы это, ну, так, скажем, работало, да, согласно, там, науке, вот. Но на текущий момент, вот прямо здесь и сейчас, все равно этими бизнес-приложениями можно пользоваться. То есть, они просто изолированы, и их нужно просто как консолидировать? Да, совершенно верно, совершенно верно. Потому что там сокращаются IT-трудозатраты, потому что, ну, много там получается эффектов. И здесь нужно привлекать, соответственно, сторонник, как бы, или как? Ну, вы знаете, тут, скажем так, вот эта консолидация, да, приложения, она, ну, техническая часть, просто ради технической части, она никому же не интересна. То есть, какой-то все равно бизнес-приложение. Должен быть какая-то выгода, да. Ну, конечно, замена там маленьких локальных платформ на более мощную, там, промышленную, при этом совокупляя это еще с каким-то, там, бизнес-инструментом более, там, продвинутым. Кстати, помимо мобильности и социальных сетей, еще одним трендом называют облачные вычисления, в частности, внешние облака, да, то есть, когда все кидается в аутсорсинг. Вот хотелось... Как вы на это смотрите? Да, понять, как вы. Положительно. Вы знаете, модный, скажем, ну, все читают журналы, да, модные, все об этом говорят, но нашей текущей действительности, российской, все-таки есть некоторые сложности, но, ну, безусловно, скажем так, выгода от облачных вычислений, она есть, вот, и здесь она как раз влияет на то, что, ну, то есть, те ресурсы, которые мы нужны, в тот момент мы их можем привлечь. Мы, да, 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 мы в тренде. Чего вам не хватает, и что бы вы хотели, вот, ну, там, развить, там, да, или что-то использовать? Вы знаете, очень не хватает времени, вот, самое, наверное, самое, наверное, самое дефицитный ресурс, это время, и, скажем так, ну, хотелось бы правильно его все-таки распределять, учиться правильно его, там, распределять. Хорошо, тогда осталось только что-то пожелать вашим коллегам, IT-директорам, IT-специалистам, вот, что бы вы хотели в завершении программы. Всем удачи в нашем нелегком труде. Больших бюджетов? Ну, это само собой, но хотелось бы пожелать профессиональных успехов, удачи, вот, в профессиональной области, потому что у каждого она своя, скажем так, удача. Ну, хорошо, дорогие друзья, и на этом наша программа подошла к концу. В гостях у нас был Евгений Бахин, директор по IT-компании InventiFritail Group, а вели программу Василий Богданов и Максим Зубарев. До свидания.